По данным оператора Пегас Туристик, сейчас в Турции находятся 8 красноярцев по планам. Четверо из них вернутся в Россию завтра, еще двое в пятницу. Ну а два человека прилетят в Москву 4 декабря. Всего же, по данным Ростуризма, сейчас в Турции находятся около 10 тысяч россиян. Скорее всего, все вернутся в запланированные сроки, если правительство не примет дополнительных мер, к примеру, не объявит эвакуацию, как это было в Египте. Но дальше организованных туров в Турцию не будет ни определенное время. Все крупные операторы прекратили бронирование на это направление. Всему причина – инцидент в Сирии. Турецкий истребитель сбил наш бомбардировщик Су-24. Один пилот погиб, второй жив и уже доставлен на российскую авиабазу. Понятно, что туристическая отрасль стала первой, которая пострадала от этого инцидента. В Красноярском офисе туроператора говорят, что о будущем летнем отдыхе в Турции пока можно не думать. На летний период сейчас крайне тяжело еще делать какие-то прогнозы, говорить, потому что это решение было принято не нами, это решение правительства и Министерства иностранных дел. В соответствии с этим полетная программа на лето будет только планироваться. Естественно, мы как туроператор предложим нашим клиентам другие направления, другие альтернативы. Также с концепциями по «Все включено» будем стараться делать. Поэтому я думаю, что будем находить другие варианты, выход, если в Турции в какой-то мере будет закрыто. И хотя в Турцию перестали летать чартеры, регулярные рейсы пока выполняются, но не исключено, что и здесь введут ограничения. Во всяком случае этого опасаются в авиакомпаниях. Мы как бизнес надеемся, что никаких серьезных запретов не будет, так как все-таки нужно отделять бизнес от политики. Нужно понимать, что в Турции очень много бизнесменов, крупных компаний, которые не поддерживают текущую политику президента этой страны. И они ведь ни в чем не виноваты, что власти Турции приняли такое решение. И это решение может иметь последствия. Поэтому мы как авиационный бизнес надеемся, что никаких серьезных последствий не повлечет данное событие. В Турции сейчас живет много россиян, которые купили там недвижимость. Как они рассказывают, сейчас люди разделились. Кто-то думает, что все обойдется, другие пакуют чемоданы. Сами местные турки, для них-то тоже потрясение. Они не хотят ссориться, поскольку это бизнес-отношения, это туристический бизнес, так как же бизнес-недвижимость. Все в шоке. Из-за обострения отношений под угрозой экономические связи с Турцией. Это заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Не исключена заморозка крупных инвестпроектов. Может пострадать и мелкий бизнес, возящий в Россию одежду, а также продовольствие. Никто, наверное, не заинтересован в разрыве контактов. Но вот такие действия, которые произошли, они говорят о том, что есть политический какой-то конфликт, есть неприятие определенных действий. Но мы точно не понимаем, почему наши самолеты там сбиваются, они не на турецкой территории. Поэтому я думаю, что это может повлиять на различные разрывы. Пока эксперты и политики лишь предполагают, какие будут долгосрочные последствия. Однако многие отмечают, что главное сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения. Президент очень справедливо назвал выпуск ракеты турецкого F-16 по нашему военному самолету, который в результате был сбит, ударом в спину. Это действительно так. Но очень важно, что Кремль и президент лично проявляют сдержанность. Это очень важно в это время. Не поддаться эмоциям, не нагнетать с одной стороны панику, а с другой стороны такие псевдопатриотические настроения. Но при этом, мне кажется, что мы все должны понимать, что это наша армия, которая защищает интересы нашей страны. Урегулирование конфликта сейчас в руках дипломатов и руководителей стран очевидно одно. По-настоящему добрые отношения между Россией и Турцией вернутся не скоро. Андрей Стердым, Алексей Овсянников, Новости.